Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Сегодня на библейском портале Экзегет мы читаем 33 главу книги Исаии. Первые 16 стихов этой книги, они очень похожи на некоторые псалмы по своему стилю, напоминают некоторые из псалмов. Ну вот, если говорить о содержании, то очень трудно эти стихи, впрочем, как и всю главу, датировать каким-то определенным временем. Отсутствуют имена собственные, которые могли бы указывать... Нет, имена собственные, конечно, есть, взять хотя бы 9 стих, но отсутствуют те имена, которые могли бы указывать, ну или намеки какие-то, которые могли бы указывать на какое-то время, давали бы возможность датировки. Но, видимо, все-таки имеется в виду Ассирия, Ашур, главный враг того времени для всего Ближнего Востока. И, в общем-то, служение пророка Исаии, Исаии Иерусалимского, пришлось как раз на время доминирования на Ближнем Востоке и в Передней Азии новоассирийской державы Ашура. Хотя сам Ашур здесь не упомянут, но пророк обращается, по всей видимости, к Ассирии. Но это лишь предположение гипотетическое. «Горе тебе, опустошитель!» «Горе тебе, опустошитель!» Так начинается опять с междометия. Ой, начинается эта глава. «Опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили». Ну, проходят времена, и всякое государство, империя, основанное на грабительстве других народов, других территорий, расширяющееся с помощью этого грабительства, богатеющее. Оно рано или поздно само будет опустошено, такое царство-государство, и ограблено. Вспомним хотя бы книгу пророка Аввакума. Там во второй главе, в восьмом стихе, содержатся похожие слова. Ну, с книгой пророка Аввакума все ясно. Там как раз речь идет о Сирии или о Вавилоне, о нововавилонской державе, преемнице Сирии. Вот. Мы читаем в восьмом стихе второй главы. «Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем». Ну, с родами здесь, понятно, в русском переводе город — это мужского рода, в еврейском языке это слово женского рода. Поэтому мы должны это учитывать, понимая, что образы, в том числе, часто используются метафорически, и часто город или страна представят в образе женщины. И на русский язык очень трудно переводить в таком случае, потому что город в русском языке, повторюсь, это слово мужского рода. Но, впрочем, это к Аввакуму не относится, к данному конкретному месту. Это всего лишь параллель к книге Исаии, к 33 главе, к началу 33 главы, которую мы только что зачитали. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем», и там у Аввакума речь, по всей видимости, идет или об Ашшуре, или о Бавеле, о Вавилоне. Ну, Исаия сам, Исаий Иерусалимский, великий пророк, жил в эпоху доминирования ассирийской державы, но многие главы могли быть составлены и включены в эту книгу, в более поздние времена, уже позднейшими редакторами. Впрочем, все эти вопросы, истории редактирования, истории компоновки, композиции книги той или иной пророческой, истории включения состава пророческих книг, в общем, все эти этапы, они, их, как бы, обозначение этих этапов, какую бы позицию ни занимал экзегет, библеист, они носят и будут носить чисто гипотетический характер. И говорят часто лишь о вкусах и об убеждениях того или иного автора. Книга дошла к нам в том виде, в котором она дошла. Можно в ней видеть разные части, также относить ее к разным эпохам, разные ее главы, но в том цельном, полном виде, в котором дошла до нас та или иная библейская книга, она и должна быть исследуемой. То есть очень важен в этой связи, я так считаю, канонический подход. В западной литературе этот подход очень хорошо обозначен и разработан Чайлдзом, и вполне такой православный, традиционный подход к священному писанию, который, впрочем, не исключает новейших подходов в исследовании библейского текста, использования методов современного литературоведения прежде всего. Итак, пророк обращается к неприятелю израильского народа и говорит, «Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты, когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя». Со Сирией, с Вавилоном будет, в конце концов, то же самое. Вавилоняне вместе с медийцами разграбят Ашур и Нинве, столицу Ниневию. Потом придут персы, опять все с теми же медийцами, и наступит конец вавилонской державе, будет персидская эпоха. Потом придут греки с Александром, потом римляне и так далее. Потом арабы. «Господи», и вот здесь дальше дальнейшие строки, дальнейшие стихи, по стилю, по стилистике напоминают нам некоторые псалмы. Пророк молится, обращается к Господу. «Господи, помилуй нас». То есть израильтян обращается от всего иудейского народа. «Помилуй нас, на тебя уповаем мы. Будь нашу мышцей с раннего утра и спасением нашим во время тесное». Время тесное такое очень важное и часто используется в молитвенных воззваниях, в том числе в псалмах. Вот эта вот теснота, эти образы тесного ущелья, в которое попадает человек, в тесноту, долина такая тесная, узкая ущелье. Гейцальмавит, например, есть такое выражение в псалмах. И вот здесь время тесное. Время тесное. «Эт цара». Очень важное, очень характерное выражение. Часто мы оказываемся в таких жизненных обстоятельствах, когда время кажется нам тесным. Мы со всех сторон окружены какими-то трудными житейскими обстоятельствами, притеснениями. Не обязательно это война, не обязательно это суровые общественные какие-то испытания. Вот просто наша жизнь иногда кажется нам тесным. Таким ущелем, по которому мы идем, и нависают над нами эти неприступные, вражеские горы, враждебные нам. Времена не выбирают, как сказал поэт, в них живут и умирают, поэтому будем всегда, в каких бы мы ни были жизненных обстоятельствах, даже если это тесное для нас время, будем помнить о том, что времена заканчиваются, наступают времена более благоприятные, рано или поздно. Об этом очень хорошо сказал экклесиаст, где тот же самый термин «эт», переводимый на русский язык, через время. И вот здесь Исаия в этом своей молитве, в этом псалме, 33 главе в своей, он находит даже в это тесное время возможность молиться, обращаться от лица всего народа Божия ко Господу. Каким бы ни было для нас время, тесным это время, это время испытания, Господь нас может испытывать, испытывать нашу веру, он и Авраама испытывал не раз, и, а может быть, нас наказывать, опять же, для нашего вразумления, воспитания. Будем помнить, что у нас всегда на устах должна быть молитва, особенно во время тесное. От грозного глаза твоего, слово твоего, которое на дальнем переводе встречается, в еврейском тексте нет, там мы читаем просто, от грозного глаза побегут народы, когда восстанешь, рассеются племена. Пророк продолжает обращаться ко Господу в молитве. И будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница, бросятся на нее, как бросается саранча. Вот здесь, в четвертом стихе, непонятно, кто чью добычу будет собирать. Ну, вроде бы по контексту похоже, что пророк уже теперь не обращается, ну, ясно, что обращается не ко Господу, а к кому-то непонятно, к какому-то объекту, израильский народ или это неприятели израильские. Ну, судя по контексту общему, если берем первый стих, рассматриваем, то похоже, что здесь обращение идет к ассирийцам или каким бы то ни было другим врагам Израиля, которые здесь подразумеваются. Вот. То есть, те, кто грабили, они сами окажутся добычей, будут разграблены. И словно гусеница, словно саранча, гусеница саранча не оставляет ничего от зеленеющих посевов. Как известно, это большое бедствие, особенно в древние времена это было огромным бедствием. Не будет урожая, будет голод, будет смерть. Поэтому люди очень остерегались саранчи, гусеницы, уничтожающие урожай, посевы. И видели в этом бедствие, наказание Божье. Вспомним книгу, хотя бы книгу Иоэля, ее начало. Так вот, ничего не останется от всей добычи, всего награбленного. Все это словно посевы саранчой будет уничтожено. Высок Господь, живущий в Вышних, Он наполнит Сион судом и правдою. Цион здесь метанемия. Сионом здесь обозначается весь Иерусалим, конечно, и весь народ Божий, и все Иудейское царство. В будущем, в грядущие времена не будет неправды на всей горе Господней. Об этом уже говорилось в первых главах Исаии. Но будет обитать правда, будет обитать суд, то есть правосудие. Не будет притеснения бедных, их никто не будет угнетать, бедняков, богачи, неправедные судьи не будут над ними измываться. Будет правда. Господь Сам наполнит Цион, гору свою святую, судом и правдой, и весь Иерусалим, и все грядущее, восстановленное царство. И настанут безопасные времена. Безопасность — это одна из характеристик грядущего мессианского царства. Видимо, здесь это пророчество имеет мессианское содержание. Безопасные времена, изобилие спасения, мудрости, ведения, как говорит другой пророк, тогда уже не будут люди учить друг друга, призывать друг друга «познайте Господа», потому что ведение Божие, Бога, знание Бога, опытное знание, познание Бога будет наполнять землю, как воды наполняют море. Не нужны будут духовные академии. Каждый будет знать Бога и общаться с Ним без всяких духовных академий. И книг «Непосредственное общение с Богом». Царство Божие, в котором каждый будет иметь доступ непосредственно к Богу. Вспомним в этой связи книгу «Апокалипсис» новозаветную. Почему там нет храма? Потому что весь небесный Иерусалим, весь все это Царство Божие, нисходящее на человека и наполняющее собой всю Вселенную, вот каждый, кто в этом царстве, он имеет непосредственный доступ к Богу. И постоянное непрерывное общение с Богом. Поэтому отдельного святилища там не нужно. Там все свято, и все святилище, и все наполнено божественной шихиной, божественным присутствием. Вот. И здесь говорится, что спасение, мудрость и ведение, они, и страх Господень, будут твоим сокровищем, и вот это изобилие спасения, в нем будут участвовать все спасенные. Вот дальше седьмой стих. «Вот сильные их кричат на улицах, послы для мира горько плачут». Здесь не совсем ясный в оригинале текст, поэтому любой перевод, он по необходимости конъюнктурный. «Сильные их» по-разному переводят. Этот седьмой стих, например, в новом переводе Российского библейского общества переводится именем собственным «Ариэль» по конъюнктуре. «Ариэль» — это одно из наименований Иерусалима. «Сильные их кричат на улицах», «сильные Ариэль их», «послы для мира горько плачут», «вместо мира война», получается так. Поэтому послы мира плачут. «Опустили дороги не стало путешествующих», «он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей». Это неприятель Израиля и всех ближневосточных государств того времени, будь то Ассирия или Вавилон, непонятно, о ком идет речь. Но, в общем-то, политика у них была и внутренняя, и внешняя похожая и у Ашура, и у Бавеля. «Земля сетует, сохнет, Ливан постыжен, увял, Сарон, похож, стал на пустыню, обнажены от листьев своих васан и кормил». Вот эти все названия, эти топонимы, они здесь призваны показать катастрофу. То, что зеленело, Ливан, вечно зеленые кедры на нем растут. Ливан имеется в виду, конечно, Ливанские горы. Такого государства с таким названием не было. Ливан здесь – это горы ливанские, Ливанское нагорье, горные цепи. Тогда, в ту пору, они зеленели, вечно зелеными кедрами были все они поросшими. И он увял. Это что-то необычное. Но не может Ливан увясть, не может он увянуть. Он не вянет, он вечно зеленый. Кедр вечно зеленый, кипарис, как они могут завять. Сарон, Шарон – это центральная часть Святой Земли. Такая вот долина Саронская. Вспомним, воспевается. Лилия Саронская воспевается в книге «Песнь-песни» Широ Ширим. Вот Сарон, точнее, Шарон, на иврите так. Похож стал на пустыню, но это что-то невероятное. Это, если бы мы сказали, превратилась в пустыню Сахара Амазонка, Амазония, долина реки Амазонка. Представим эти вечно зеленые леса или, скажем, Сибирская тайга вся вдруг увяла. Это что-то необычное. То же самое следует сказать о пастбищах Башан. Это северное Зайордание. И Кармель. Кармель – это тоже он зеленеет, он цветет. Это там, где сейчас неподалеку город Хайфа, небольшой Нагорье, близ Хайфы. Место, где происходят события, связанные с пророком Ильей, как мы помним. Пророк Илья, он был как раз кармелитом, жил на Кармеле, на Кармеле. Кармель. Ну, вот здесь сразу вспоминается, читая 9 стих 33 главы, конечно же, всем сразу вспоминается начало книги пророка Амоса. Давайте его зачитаем, освежим в нашей памяти точный текст. Слова, которые служат введением ко всей книге Амоса, говорят о гневе Божьем в адрес, в направлении израильтян. Второй стих книги Амоса, Амос 1-2. И сказал он, Господь, Амос сказал, Господь возгремит с Сиона и даст глаз свой из Иерусалима. И в результате этого что? Вторая половина стиха. Восплачут хижины пастухов и сохнет вершина кармила. Опять тот же самый кармил, вечно зеленеющая вершина, покрытая кустарниками зеленеющими, вечно зелеными деревьями, кипарисами там всякими, вдруг она засохнет. Там много росы всегда, много дождей, это никогда не засыхает. И вдруг вследствие гнева Господня это все засохнет. Вот так же и здесь. Но почему же если пророк Исаия обращает свою речь, свою проповедь против неприятеля израильского, неприятеля Иерусалима, то почему здесь говорится о том, что засохнут вот эти вот израильские, вечно зеленые регионы и места? Следует помнить, что книги пророков это поэтические книги большей своей частью. Лишь небольшие куски этих книг, пассажи, написаны опрозой. В основном это поэзия. И вот не следует поэзию понимать буквально. Поэзии свойственна метафоричность, переносный смысл, свойственна гиперболизация и так далее. Это одна из характерных особенностей поэзии. И вот здесь быть может говориться о тех бедствиях, которые постигнут Осирию или Вавилон, но образ этих бедствий, в образ этих бедствий берутся вечно зеленеющие и хорошо всем слушателям и читателям Исаии хорошо известные места. Вот эти самые израильские зеленеющие места. Ливан, Шарон, Лебанон, Шарон, Башан, Кармель. Вот. Или же, если подумать, то можно истолковать иначе, что здесь звучит пророчество о наказании Израиля. Ну, хотя тогда получается странно, как это пророчество о наказании Израиля получается здесь состоит из одного стиха и вставлено в пророчество о наказании неприятелей израильских. Думаю, что все-таки более логично предположить, что 9 стих тоже относится к единому последовательному тексту, в котором содержится проповедь, пророчество против неприятеля Израильского, не против Израиля. Дальше прямая речь Господа, 10 стих. «Ныне я восстану, говорит Господь, ныне подымусь, ныне вознесусь». Господь восстает, чтобы отомстить врагам своего народа. восстает на то, чтобы сразиться с врагами своего народа, защитить свой народ. Обращается дальше, продолжается обращение к неприятелю. «Вы беременны сеном, разродитесь соломою, дыхание ваше огонь, который пожрет вас». Вот еще один образ, еще одна метафора. Вот эта железная мощь Ассирии здесь, ну или Вавилона, уподобляются сену и соломе, которые моментально, эти вещи, сено, солом, если они сухие, они моментально вспыхивают от малейшей искры огня. Вот так же они сгорят, причем дыхание их самих, это огонь, который их же самих и пожрет. И все это по воле Господней случится. Внутренние события, которые будут происходить в Междуречии, они уничтожат. Вот эти внутренние междоусобицы, они уничтожат. И в Ашур, и потом Бавель, и Ассирий, и Вавилон, пройдут века и Персию тоже. Правда, там будет внешний враг, не внутренний, в основном. Вот, и будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Народы, неприятели израильские, все они, их постигнет вот такая участь в огне войны, они все будут сожжены. «Слушайте дальнее, что сделаю я, и вы ближнее, познайте могущество мое». Прямая речь Господа. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем, кто из нас может жить при вечном пламени?» Вот этот пламень мирового пожара, эти все войны, они, конечно же, не могут обойти, не может обойти стороной, этот пламень, и народ Божий, народ иудейский. И вот, прежде всего, пострадают кто на Сионе? То есть в Иерусалиме, в Израиле, в Иудее, грешники. Эти все события, они коснутся и их. Пострадают эти грешники. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснителя, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и затыкает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет». То есть во время всего этого мирового бедствия, когда огонь подберется к самим стенам Иерусалима, и даже внутри Иерусалима будет война, вот в том грядущем мессианском царстве, которое открывается Исаии, и дальше в 34 главе о нем будет говориться очень ярко и подробно. Вот во всем этом, во всех этих бедствиях, и, да, во всех этих бедствиях спасутся те, кто здесь перечислен. Опять же, вспоминается нам Псалом, где говорится, кто может обитать на горе Господней. Вспомним Псалом и даже будет не лишне его процитировать. Кто может обитать на горе Господней. 14-й Псалом, Иудеев 15-й. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек». На Сионе есть, к счастью, не только нечестивцы, и во времена Исаии было много там и праведников, да и сам Исаия, что там говорить. Так вот, в этом самом Сионе тоже произойдет суд Божий. Нечестивцы будут, словно сено и солома, пожраны огнем, а праведники, они будут защищены, и их праведность будет их убежищем. Они будут на такой высоте, на духовной, когда никакие бедствия их одолеть не смогут, 16 стих. Словно неприступная скала, вот это их праведность, это их честность, это их прямота и правота. У них будет и хлеб, и вода, когда все другие будут умирать от голода и жажды, у них будет защита Божья, когда все будут погибать от меча, Господь их защитит. 17 стих, ну, с 17 по 24, можно сказать так, до конца главы, здесь похоже говорится о возвращении на Сион, возвращении пленных на Сион. Это произойдет гораздо позже, уже в нововавилонскую эпоху, точнее, при наступлении уже персидской эпохи по эдикту Кира, кореша, в 538 году до Рождества Христова, иудеи пленные смогут возвратиться в Иерусалим, на Сион. Вот здесь представлен Сион в этом отрывке, как новый Сион, город праздничных собраний и так далее. Глаза твои вновь увидят Иерусалим. Очень напоминают эти стихи то, о чем будет говориться, начиная с 40-й главы Исаии. Может быть, это позднейшая вставка. Может быть, сам Исаия изрек такое пророчество, прозревая вглубь веков и говоря о том, что пленные возвратятся. Ведь и во времена Исаии были уже в плену, правда, не южные колена, а северные, и в ассирийском плену. Но, правда, из того плена никто не воротился, а воротились иудеи из вавилонского плена. два века. Это самое возвращение произойдет после Исаии. Так вот, кто пишет и о чем, это вопрос торостепенный. Важно, что эти тексты вставлены в книгу Исаии, как и другие главы, другие тексты, в которых, например, во второй части Исаии упоминается даже по имени персидский царь Кореш, Кир. И трудно как-то думать и предполагать, что Исаия мог имя даже самого вставить в свою книгу тот самый Иерусалимский Исаия, современник царя Иезекии. Ну, как бы там ни было, вот, все это единая книга, состоящая из разных частей, состоящая из разных пророчеств, как говорит один современный португальский библеист Колесаудеш, Колесоеш, сборник сборников книга Исаии, но вот она такая вот в цельном виде до нас дошла, мы ее читаем, изучаем, вместе со всеми. И до нас ее читали, изучали поколения и поколения других верующих, иудеев, христиан, и нельзя пренебрегать традицией, потому что мы не первые читатели книги пророка Исаии. Будем эту традицию всегда учитывать, и вместе с достижениями современной библеистики, конечно, науки, в том, что касается применения методов современного литературоведения, в том числе, вот, в контексте общеисторических исследований истории древнего мира, общемировой, потому что не в безвоздушном пространстве Исаия, Иудея и его книга возникли, вот, и все это вместе целокупно традиция и современные исследования будем пытаться синтетически объединить, соединить, и таким образом вот именно так читать как бы открытыми глазами в контексте традиции, в контексте науки будем читать единую книгу Исаии, и чтобы не было у нас противоречий, будем стремиться как раз вот к этому к синтезу, к святоотеческому методу, предложенному нам давным-давно, еще в древние времена, древними экзегетами этой книги. Итак, читаем 17 стих. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Узрят отдаленную землю твои глаза, говорит Исаия. Обращается он к современникам к своим или обращается к потомкам, и в таком случае ты, это здесь весь израильский народ, иудейский народ, потомки, может быть, Исаии. Ты, такое обращение ко всему народу характерно для книги второзакония, например. Но и у пророков это часто встречается. Местоимение единственного числа, местоименный суффикс единственного числа второго лица часто применяется в отношении народа. то есть вместо «вы» говорится «ты». Глаза твои увидят царя. Кто здесь царь, кто здесь мэлех? Это или мессианский царь, совершенный, праведный, грядущий, или сам Господь. Вот чуть ниже в 22 стихе будет сказано «Господь царь наш». И будет стоять священная тетраграмма «Ют гей вав гей». Вот эти вот четырехбуквенное имя Божие, собственное имя Господне. Господь. Не Адон, а именно тетраграмма будет стоять. 17 стих, 22. Давайте с вами сравним. Может быть, здесь в 17 стихе речь идет о Господе, самого Господа, Бога Всевышнего Исаия называет царем, а не какого-то конкретного Давидида, потомка Давида, царствующего на его престоле. Сердце твое продолжает речь пророк. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись, где весивший, имеется в виду весивший дань, где осматривающий башни? Вот приходит неприятель, оккупант, все переписывает, взвешивает дань, осматривает башни. Не слишком ли они там укреплены, эти башни, не собираются ли они поднять мятеж, эти вассалы? Вот. И это все уже после полного освобождения в грядущем царстве мессианском, Божьем, уже вот этого ничего не будет. И ты будешь вспоминать, как о давном-давно прошедших ужасах, он говорит. Этих ужасов больше не будет. Не увидишь больше народа свирепого, народа с глухой, невнятной речью, с языком странным, непонятным. Это часто встречается у пророков, где наказание Божье предстает так, что вот придет какой-то народ с невнятной речью, гыр-гыр-гыр, будут говорить что-то непонятное для иудеев и будут над ними надмиваться, господствовать над ними, как Божье наказание такое. Ну, варвары, в общем. Греки называли всех людей, речь которых им была непонятна, чужеземцев, называли их варварами. Они варвар-варвар-варвар, ничего непонятно, гыр-гыр. У нас тоже разные эпитеты применяются к таким народам, речь которых непонятна, которые порой, ну, не в обиду будет сказано, приезжают из не столь далеких отдаленных стран нашего мягкого подбрюшья. Ну, все по воле Божьей, все в божественной руке, все в его власти, и вот здесь говорится, что-то очень приятное Исайя говорит для своих иудеев. Он говорит, что больше ты не увидишь оккупанта, не услышишь его с этих свирепых людей, этих людей с невнятной речью, странный язык, у них непонятный, ничего этого ты больше не услышишь, только понятная речь будет звучать в твоих ушах, только твой родной еврейский язык. Не будет неприятелей. Дальше он обращается, так взгляни, говорит на Сион, город праздничных собраний наших. В 14 стихе мы читали, устранили, устрашились грешники на Сионе. Вот, этих грешников в новом Сионе, в очищенном, освобожденном от этих нечестивцев Сионе, уже не будет. Этот город превратится, из города греха Иерусалим превратится в город праздничных собраний. Глаза твои увидят Иерусалим. И каким же будет этот Иерусалим? Продолжается 20 стих. Жилище мирное, непоколебимое скинью. Столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна веревь, то есть ни одна веревка ее не порвется. Столпы, твердые верви, непоколебимое скинья, жилище мирное. Вот эта скинья здесь заставляет нас подумать о божественном присутствии. Скинья Бога с человеком, божественная шхина. Кстати, греческое слово скинья, оно, по сути, является гебраизмом, калькой с еврейского слова, состоящего из тех же корневых. Вот. Шхина такое понятие, скорее, постбиблейское большей частью, но глагол, от которого этот термин образован, глагол шахан, он очень часто используется в Священном Писании. Присутствие Божие, скинья Бога с человеками. Вот что наполнит Иерусалим. Мы, христиане, знаем, что нам и дорожим не тем, что мы в Третьем Риме живем, и не тоскуем по Первому Риму, не по Второму, да и по Третьему тоже, в общем-то, не по Четвертому, не по Пятому. Мы, граждане Иерусалима. Пусть этот Иерусалим для нас еще далек, он предстает нам, Царство Божие предстает нам в этом образе небесного Иерусалима, которого мы все ожидаем и гражданами которого хотим являться. Грядущий небесный Иерусалим, который спустится и будет вот это присутствие Божие повсеместное по всей вселенной, это будет скинья Бога с человеками. Его божественное присутствие будет повсюду, это Святый Град, прообразом которого для нас является, конечно же, Святой Град, Иерусалим исторический. «Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов, туда не войдет ни одно весельное судно и не пройдет большой корабль». Весельные суда были в Междуречье, Междуречье, рек Тигр и Фрат, там, где как раз были древние величайшие цивилизации и те, которые были до Ассирийской, новоассирийской державы и те, которые были после, Вавилон там расположен, вот, там много рек, много каналов. Так вот, вместо этих самых рек и каналов Господь будет. Господь будет тем, той реальностью, к которой добраться, до которой не нужны будут реки и каналы. Никакие пути. Не нужны будут весельные суда и большие корабли. Господь будет присутствовать. Смотри, 20 стих. И доступ к Нему будет совершенно легким и открытым. 22 стих. Здесь исповедание такое, пророческое. «Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, Он спасет нас. Не будут нас больше судить ассирийцы с вавилонянами, нас судить будет сам Господь, Он наш судья, и Он наш законодатель, и по Его закону мы живем», говорит пророк. «И Он наш царь, не ассирийский царь, не вавилонский царь, а Господь над нами царствует. Вот Он нас и спасет». 22 стих замечательный, в нем такие важные термины, такие важные метафоры прилагаются ко Господу. И не только метафоры, но и в прямом смысле следует понимать, что Господь, Бог, Он судья, Шофет, Он законодатель, Мехокену, наш законодатель, Он царь наш, Мелех, и Он Йошиэну, спаситель наш. «Ослабли веревки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж». Вот этот предпоследний стих вместе со следующим стихом, такая небольшая текстовая единица, может быть, отдельное даже пророчество, в котором говорится, что слово «грабеж» опять здесь встречается, то, с которого начиналась вся глава 33, основанный на грабительстве и постоянно грабивший все окрестные народы Ашур, Ассирийская империя, потом Вавилон также, вот они сами будут разграблены, как мы читали, и вот здесь написано в 23 стихе, что даже хромые пойдут на грабеж, то есть грабеж будет таким обширным, столько будет трофеев военных, что даже хромой успеет что-то себе урвать при разделе вот этой самой военной добычи, при этом военном грабеже. Вот что будет со Сирией, со страной, которая первая в истории человечества претендовала на всемирное господство, первая, по сути говоря, империя, и такое злое, ужасное, ужасное государство, тоталитарное, вот оно будет все само разграблено, веревки его ослабнут, в отличие от тех веревок, которые в Иерусалиме упоминаются двумя стихами выше, верфь ее никогда не порвется, вот, а здесь наоборот ослабли веревки, то есть здесь речь идет не об Иерусалиме, а об Ассирии или Вавилоне, об их столицах, вот, и тогда другие народы, которых грабили ассирийцы и вавилоняне, они разграбят самих вот этих своих столицей своих бывших поработителей и грабителей, вот, ну, среди этих грабителей и участников раздела добычи, конечно же Исайя, наверное, подразумевает и своих соотечественников иудеев. В псалмах опять же есть строка, которая может служить параллелью, что вот военная добыча, ты ее будешь довольствоваться вместе с другими, пойдешь на грабеж. Это вполне в законах того времени трофеи, военная добыча, военная добыча достается в трофеи, можно грабить побежденного врага, и ничего предосудительного в этом для пророка не было. Это не предосуждалось. И ни один из жителей не скажет, я болен, народу живущему там будут отпущены согрешения. Это необычная концовка. К кому опять обращается в пророк здесь в заключительном стихе? Народу живущему там, там это где будут отпущены согрешения, я предполагаю, что здесь вновь говорится о Иерусалиме и Осионе. Вспомним заключительные строки книги Иезекииля и Хискеля. вся большая и удивительная книга которого заканчивается такими словами. 48 глава Иезекииля. Параллельно место к последнему стиху 33 главы Исаии. А имя городу с того дня будет, он говорит о чудесном грядущем Иерусалиме, имя городу с того дня будет, Господь, там тетраграмма плюс вот это небольшое служебное слово шам. Вот у Иезекииля это слово шам. Здесь у Исаии в окончании 33 главы слова шам нет, но вот это ба в ней, то есть имеется ввиду город женского рода, поэтому местоименный суффик здесь женского рода. Мы видим мапик внутри буквы гэй. Вот там сказано ба нсу овон, то есть там будут отпущены в ней, буквально не там, а в ней будут отпущены согрешения. Но по значению своему вот это окончание 33 главы Исаии очень созвучно Иезекииля. Может быть потому переводчик здесь и вставил словечко там, которого на самом деле в тексте нет. Ну сразу же читатель вспоминает конечно это грандиозное, интереснейшее и чудесное окончание книги Иезекииля. Вот эта интертекстуальность вот эти вот все отголоски это эхо эти параллели они очень важны. Вот мы должны уметь читать целое интерпретировать целое на основании частности и наоборот частности интерпретировать на основании целого чтобы у нас был вот такой вот как советуют нам литературоведы герменевтический круг когда мы приступаем к священному писанию читаем его и пытаемся понять запись сделана для библейского портала экзегет и так и и и